Чуваши отмечают день рождения своего великого просветителя Ивана Яковлева. Торжества по случаю памятной даты и Дня Чувашского языка прошли сегодня у памятника Патриарха Чувашского народа рядом с Национальной библиотекой. Символично, что в этот же день, 8 лет назад, прозвучали первые позывные Национального радио. Родной язык – это богатство и культурное наследие народа. На чувашском языке говорят свыше миллиона людей по всему свету. Разработав чувашский алфавит, Иван Яковлев, по сути, создал фундамент для развития целого народа. Вместе с письменностью мы получили возможность сохранить и приумножить нематериальное культурное наследие. А духовное завещание Патриарха по сей день остается одной из заповедей. Всегда нужно помнить основные положения, которых написал Иван Яковлевич Яковлев в своем завещании. И вот это вот, если мы будем выполнять, притворять в жизнь, тогда у нас есть будущее. Вчера прошел все чувашский диктант. В этом году организаторы подготовили рассказ «Асла Ача» – чувашского этнопедагога Геннадия Волкова. Текст диктовали учителя 50-й и 60-й столичных школ. Описали диктант в аудиториях педуниверситета. Диктант можно было писать и онлайн. Он транслировался в эфире Национального радио. Итоги диктанта подведут в середине мая. Сегодня, в День чувашского языка, наши коллеги по цеху принимают поздравления от радиослушателей, партнеров, учредителей и тех, кто стоял у истоков создания радиостанции. На сегодняшний день мы можем гордиться тем, что Национальное радио Чуваши – единственная в республике радиостанции общего формата, производящая все виды радиопродукции. Это и информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные, детские и развлекательные программы. В эфир ежемесячно выходят около 60 оригинальных передач. Половина из них в прямом эфире. Вещание на Национальном радио ведется круглосуточно. 75% программ на родном языке. В течение всего дня в эфире Национального радио Чуваши звучали поздравления от слушателей. А ведущие в прямой трансляции общались с гостями студии и вместе вспоминали первые дни вещания, смешные случаи и говорили о планах на будущее. Татьяна Молокова, Республика.